На Гомельском областном сборном пункте увидены додатковые мероприятия по потребности дисциплины. До конца листопада тут будут постоянно дежурить некакие нарады в милиции. Менавито стойки часу будет протягиваться отправка во взбройные силы новых белорусских военнослужащих. Гэта и праздновная кампания почалась уже дневник, коли районные военкоматы поступили до уручения повесток. В военной части необходимо накрывать около 2000 человек. Особливых проблем с комплектованием не возникло. Хоть у некого оказались причины для оттерминовки, некого не пропустили медицинские комиссии. До здоровья праздновников у Воголя довольно жесткие потребования. Перед отправкой на областный сборный пункт, я на еще раз прошли медицинский взгляд у районных военкоматах. И еще одна контрольная проверка уже непосредственно у Гомеля. Неколький человек накировывается на додатковое обследование у медустановы с подозрениями на перолом, проблемы с сердцем и острое респираторное захворование. По заболеваниям сердечно-сосудистой системы, по травматологическим проблемам, по зрению, к сожалению, много. Это будут основные ограничения. 12 граф предназначения, и вот по ним и работаем. По ним мы определяем годность службы в вооруженных силах. Трапить у первую группу праздновников совсем непросто. По особенности, это будущая элита белорусской армии, а тому оприча медицинских до этих военнослужащих. Есть еще и целый широк других потребований. Чистая биография, это минавито про их, коли до этого поводили себе сумленно, то и новостковые службы по 200 не повинны. Первая 265 человек идет на укомплектование вооруженных сил. Воинские части – это 38-я бригада отдельная ВДВ, 5-я бригада особого назначения, полк связи КГБ и, главное, военная комендатура. На областном сборном пункте будущие солдаты проводят несколько годин. За этот час можно не только пройти опошню перед отправкой в армию в медкомиссию, а и обменяться ураженными с іншими праздновниками, а еще несколько разов потелефоновать родным. Сотовыми телефонами им дозволяют корыстаться до пробытя участия. Причем и оттолище можно будет сделать несколько звонков близким, чтобы не хваливались. Раз в 18 месяцев они вернутся домой и тогда сделать кончатковый вывод, какой вплыв на них оказала служба в армии. Покуда же напереде шмот нового и ожидание проверить себя в справе для справедливых мужчин. Почас службы у бригады специального призначения, например. С парашюта можно попрыгать, овладеть боевыми приемами, пострелять с любого оружия. Дядя был там, сказал, надо туда идти. Олег Сентюров, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомель».